Дом в Ахромеево Так называются ярославцы и все путеводители этот нарядный трехэтажный особняк. А мы рискнем назвать его даже дворцом. Конец XVIII века, поздняя барокко, нарядная, праздничная, доминирующая. Острый взгляд, конечно же, увидит в этом соответствие столичным постройкам того же времени и будет прав. Русская барокко отличалась оптимизмом мажорные цвета и смелые колористические контрасты. Дом в Ахромеево – образец так называемого Елизаветинского барокко, редкого в провинции. Ярославцев можно поздравить с тем, что в городе сохранился прекрасный образец этого архитектурного стиля. Дом был построен в 1795 году Сергеем Власевым, представителем крупного и обширного дворянского рода. И уже через сто лет он переходит во владение не менее влиятельного и обширного, но купеческого рода Ивану Александровичу Ахромееву. За порогом дома нас встречает кафельный пол. Считается, что он не менялся со времен постройки. Вот и деревянная лестница, наверное, помнит множество людей, проходивших по ее ступеням. А аутентичных подлинных деталей сохранилось множество. У одного из писателей Шмелева описано, что вот такие латунные ручки на Пасху чистили пастой гои, и для того, чтобы их не захватывали, тряпочкой обматывали и перед Пасхой раскрывали, чтобы все было блестяще чистое. Вот у нас сохранились аутентичные ручки XIX века. Иван Александрович Ахромеев, чье имя увековечила народная память, был человеком недюжинным. Помимо мукомольного производства, ему принадлежали свинцовые белильные и маслобойные заводы, два парохода, а также многочисленные магазины и лавки. В 1897 году вместе с зятем Андреем Александровичем Титовым он учредил в Ростове товарищество Ахромеев и компания, включавшая цикорную фабрику, паточные и саговые заводы. При этом предприниматель увлекался коллекционированием и археологией. Активно проводил благотворительную работу и был городским головой. Благодаря его стараниям в Ярославле появился водопровод, электростанция, открытая первая в городе трамвайная линия. В 1887 году за многочисленные заслуги Иван Александрович был удостоен звания почетного гражданина Ярославля. В 1936 году здание передали детской больнице имени 8 марта. Безусловно, дом не был приспособлен под нужды больницы, но за неимением лучшего маленьких ярославцев лечили в этих стенах. Со временем лечебница стала базой кафедры педиатрии. Здесь будущие детские врачи изучали детские болезни. В 2007 году здание перешло в ведение епархии, студентов сменили семинаристы. Они до сих пор изучают здесь закон Божий и другие дисциплины, что нужны священству. Этот балкон интересен с исторической точки зрения. В современной истории Ярославля известно, что именно отсюда в 1918 году была провозглашена в городе советская власть. Согласно описи 1847 года в доме была 41 комната. В двух комнатах второго этажа находились камины. Один из них также сохранился до нашего времени. А под домом находился сводчатый подвал. То ли наши предки были слишком маленькие, то ли мы слишком высокие, но этот подземный ход не для высоких людей. Он выходит на берег Волги. Сюда, по этому подземному ходу, с Волжского берега в дом доставлялись товары. Вот за этой массивной дверью, предположительно 19 века, находится уникальная изразцовая печь. Может быть, она единственная в Ярославле. В этом помещении Иван Александрович Вахромеев хранил свою библиотеку. Можем предположить, что печка эта имеет возраст более чем солидный. В 18 веке Петр I привез в Россию знаменитые голландские изразцы с росписью кобальтов по белой эмали, которые на долгие десятилетия стали законодателями изразцовой печной моды. Сюжеты были прихотливы. Жанровые картинки, пейзажи, животные. Сценки из городской и сельской жизни сопровождались нравоучительными надписями. Голландские кафли облекались в русские одежды, переняв стиль лупка с его легкомысленной, но доброй улыбкой, став своеобразным учебником жизни. В 1961 году Ярославские реставрационные мастерские произвели ремонт здания. Тогда же была восстановлена и веранда над крыльцом. И теперь дом Вахромеева – это памятник федерального значения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин